Музыка Михаил Кичев, заслуженный тренер России, сегодня тренер национальной сборной Франции по скоростному подводному плаванию. С 1976 года вместе с Виктором Садардымовым начал развивать в Северодвинске скоростное подводное плавание в Ластах. Воспитанники Кичева и Садардымова входили в составы сборных команд Советского Союза и России. По этому виду спорта к середине 90-х в нашем городе уже было 25 мастеров спорта, 2 заслуженных мастера спорта, 7 чемпионов Европы и 2 чемпиона мира. Со временем Михаила Кичева приглашают работать во Францию и в 99-м году он уезжает работать в Тулузу. Сегодня Кичев тренер спортивного клуба в Тулузе и тренер национальной сборной Франции. Среди его воспитанников чемпионы, призеры и рекордсмены Европы и мира. Каждый год к Михаилу Кичеву приезжают тренироваться спортсмены из разных стран, чтобы улучшить свои результаты. Среди них Маурисио, который на чемпионате мира в июне 2016 года установил 4 мировых рекорда по плаванию в Ластах в спринте. А на чемпионате мира по Апноэ в Италии француз Кивин и немка Каролин стали вице-чемпионами мира по нырянию. Михаил Владимирович, добрый день. Скажите, насколько успешно сегодня складывается Ваша тренерская работа? Кто Ваши подопечные? Этот год вообще получился очень классный, потому что у меня ребята выступили очень хорошо на чемпионате мира. В этом году было в Греции, недавно буквально прошел чемпионат мира. А воспитанники, я тренер сборной Франции, поэтому я работаю и со своими спортсменами, и со спортсменами, которые попали в сборную. В этом году ко мне сначала сезонно приезжали, приехали и пробыли целый год. Вот у меня, значит, колумбиец плавал, вот плавала немка, так что на чемпионате мира они установили 4 рекорда мира, так что в этом году очень хорошо у нас было выступление. А с кем интереснее работать? Ну, по национальности, по полу, по возрасту? Ну, в принципе, для меня без разницы, хотя у меня с девчонками больше получалось, но вот в этом году как раз получилось наоборот, что ребята, которые плавали у меня, они, в общем-то, очень здорово мы поработали. Французы по этому поводу, они, значит, на меня немножко, ну, как бы... Обиделись? Ну, не то, что обиделись, они говорят, ты что, тренируешь этих самых иностранцев. Ну, что делать, если у нас клуб интернациональный, он приезжает, там любые спортсмены могут приехать и потренироваться, поплавать. Там совершенно другие условия, не как в России. И, во-первых, там люди тренируются, которые, значит, приходят просто к тебе, а не те, которых ты отбираешь. Поэтому, вот, когда люди, значит, добиваются каких-то результатов, больших результатов, то это очень приятно, приятно. Вот, например, Камиейс, которая у меня, она, значит, у нас же олимпийский вид спорта, вот, но не вошедший в программу олимпийских игр. Вот, и у нас есть соревнования, такие называются World Games. Это раз в четыре года после олимпийских игр на следующий год проводятся эти соревнования. В тринадцатом году у меня девочка, вот, впервые, кстати, у французов она выиграла, значит, спринт и стала чемпионкой. Вот, установила рекорд, рекорд, это самое, Европы, ну, который до сих пор еще вот до этого года держался, в этом году только его побили. А из России вам поступали предложения вернуться? Предлагали там в Томск, в Томск приехать, но там в Томске три школы подводного плавания. Больше сорока спортсменов, больше сорока тренеров только занимаются в подводном плавании. Это Томск, это самая главная база у нас сейчас подводного плавания в России. Да, там были предложения оттуда приехать и поработать, но, ну, как бы вот так. Я все же выбрал Францию, потому что там интересно работать и очень интересно. Там меньше, конечно, проблем, чем в России. Ты, как бы, стараешься из ничего сделать конфетку. Время, когда работали в Северодвинске и тот период, что вы работаете во Франции, можно ли их сравнить? Ну, я думаю, что сравнить их, конечно, нельзя, потому что, когда мы начинали здесь работать с Виктором Константиновичем, значит, мы вообще устояли у истоков плавания, подводного плавания, поэтому мы тут много чего изобретали. Это же в ластах мы плавали. Сначала были эти биласты со стеклотекстолитом, потом уже перешли на моноласты. Ну, то есть мы были, как бы, в начале этого пути, потом мы были молодые. Мы были молодые, потому что что-то все хотелось доказать, и доказывали, и, значит, результаты у нас даже здесь были очень интересные, даже хорошие. И там клубные, значит, эти самые, клубная подготовка идет. Ты занимаешься в клубе. Но я еще раз говорю, проблема в том, что ты занимаешься с людьми, которые к тебе пришли. Вот и все. У меня интересно, например, взять вообще человека, который с нуля, можно сказать, и довести до какого-то его уровня. Вот это интересно. То есть, если, например, здесь мы работали, значит, для результата, то там, как бы это сказать, минимум трамвай, максимум результата. Это, значит, у нас очень мало времени для плавания, воды очень мало, и поэтому время спрессовано, спрессовано. И ты стараешься, например, за час подготовки, за час-полтора в день, надо сделать такую работу, чтобы, так сказать, компенсировать двумя-тремя тренировками. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Удачи вам, с днем рождения. Ну и пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Пожелание здоровья. Только берегите себя, вот, живите радостно, в движении, и дай Бог вам здоровья. Спасибо.